Непосредно первые студентские отрады створили в весну 1959-го. И еще раз четыре года в Уральскую область Казахстана в их первые белорусские студентрады, бойцами которого стали 2500 человек. Причем, трапить его можно было только по конкурсе. У этого за минутный час, до речи, изменился не шмат. У отрад гоменских студентов, которые сегодня работали в Всероссийском детском центре Орленок, конкурс складал 10 человек на место. Работа дала, в первую очередь, опыт, потому что это были первые самостоятельно заработанные деньги, новые знакомства, знакомства в Орленке, потому что там вожатые приезжали из России, со всех регионов России работать. И с некоторыми вожатыми мы до сих пор общаемся. Одна из задач студентрадов – працованная адаптация студентов с мягчимостью отримания первых заробков. За межами Белоруссии они складаются до 800 рублей. У нашей краины у середнего лет 200. Хоть тут шмат залежит от профиля отрада, непосредственно у Гоменской области есть своя специализация – работа у сельгаз в подприемствах. Это уборка урожая, зерноток, все, что связано с сельским хозяйством. Как раз вот август и начало сентября – это те пиковые месяцы, когда основная масса молодежи у нас подключается к студентрадовскому движению. Но уже на сегодняшний день более полутора тысяч человек уже отработали в студенческих отрядах. Это и выездные отряды за пределы Республики Беларусь, и строительство атомной электростанции. Также у нас трудятся отряды на строительстве нашей детской областной клинической больницы. Починающиеся с 1963 года студенты почали працевать не только на будовничьих объектах, а и педагогами в школах, проводниками на чагунце, продавцами в крамах и навык займались рыболовством. Зараз все больше значимое распространение отрыгивают волонтерские отрады. Их задача – доброупорядкование территорий и оказание бесплатной допомоги всем, кто мое потребу – от выхованцев детячих домов до ветеранов. Это не за рублем пошли люди. Это на самом деле люди работают в плане действительно искренне, душевного отношения к тому, что они делают. Уход за этими ветеранами, помощь за больными, за детскими домами – это здорово. Не глядячи на то, что белорусский суд «Отрадовский рух» мая больше 50-ти годовый вопыт, пыльные проблемы застаются, сегодня, например, областная организация БРСМ выступила с пропоновой унести изменения у законодавства, что регулирует створение отрадов. У некоторых моментов оно настолько складанное, что на местах особные отрады просто не поспевают своечасово сформировать. Терет питания, которые так само огучили подчас работы ДРО «Клуба» – вертание до один из суд «Отрадовской формы» и створение системы льгот и захвачивания для лепших бойцов и командиров. И еще одна идея, которая уже огучилась, но пока нияк не реализуется – створение постоянно действующей памятной экспозиции. У День белорусских студентских отрадов у Гомни знову вернулись до идеи створения музея суд «Отрадовского руха». Экспонаты есть, в тем леку вельми редкие. Передачи готовые как ветераны руху, так и современные бойцы. Олег Синтеров, Валерия Капанько, телерадо и компания «Гомель». Продолжение следует...